Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «Разговор по делу» веду ее я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Игорь Певтиев, руководитель и владелец компании «Хай-Тек Хаус». Игорь, добрый день. Добрый день, Андрей Леонидович. Добрый день, слушатели. Давайте, без Леонидовича тут у нас радиоэфир, демократичная атмосфера. Совершенно спокойно по имени. «Хай-Тек Хаус». В прямом переводе... Высокотехнологичный дом. Высокотехнологичный дом. И это то, чем вы занимаетесь уже... Более 11 лет. Больше 11 лет. Вот об этом мы поговорим. Разговор по делу о том, чем вы профессионально увлекаетесь. Потому что, мне кажется, невозможно качественно, хорошо и профессионально заниматься делом, которым не увлекаешься. Что такое высокотехнологичный дом? Высокотехнологичный дом. Вот какие ассоциации... Не-не-не, давайте не про компанию пока. Про компанию попозже. А вот какие ассоциации вы, как маркетмейкер, да, там, что называется, вы что хотели бы, чтобы какие ассоциации у людей возникали, когда мы произносим слова «хай-так хаус» в высокотехнологичный дом? Не про компанию. Про понятие. Но в моем понимании, в понимании философии на арк-компании, все-таки это электротехнический дизайн, техническое оснащение жилых пространств, то, с чем мы живем, где мы живем, как мы живем, чем мы пользуемся дома, какой комфорт мы получаем в доме. И все, что с этим связано, как мы проводим время, как у нас проводит время семья, в какой безопасности и его наполнении. То есть технологии во всем? Это не всегда обязательно, может быть, технологии, это, на самом деле, в большей степени, наверное, даже философия, то есть с точки зрения, каким образом мы получаем, создаем замок внутри своего дома и, в общем-то, делаем так, чтобы нам было там комфортно, удобно и, в первую очередь, наверное, скажем так, семейная идиллия создавалась вокруг нашего дома, внутри нашего дома. Слушайте, ну, у меня вот сразу такая будет слегка провокационный вопрос, чтобы разрядить обстановку. А где грань между ленью и высокой технологичностью? Вот мы стараемся наполнить наши дома кнопочками, дистанционным управлением, автоматическими сценариями. Все это приводит к тому, что мы сами все меньше и меньше начинаем там делать. Вот как этот баланс? В чем он, в этой философии? Как он сочетается? Мне кажется, у каждого он свой, в первую очередь. То есть кому-то хочется ходить руками, шторы задергивать, кто-то слушает виниловые пластинки, а кто-то слушает виниловые пластинки и слушает потоковые музыкальные сервисы. И тут никакой грань нет, то есть можно использовать то и другое. Но здесь же вопрос, если говорить грань, мы, мне кажется, уже достаточно давно перешли, мы же не живем в избах с печами и ходим в туалет на улице. То есть это все-таки мы же живем ради того, чтобы все-таки получать удовольствие в комфорте, в каких-то, скажем так, цивилизованных моментах. Поэтому тут нет какой-то такой момента, где мы переходим эту грань. А до чего дойдем в итоге? Пришел домой, лег, и все вокруг тебя само происходит? Мы высвобождаем больше времени для проведения, для получения эмоций при проведении времени с семьей. По большому счету для этого, зачем мы купаем робот-пылесосы, для того, чтобы не заниматься уборкой. Ну зачем? То есть это, по большому счету, это же самое время можно провести, читая книгу с ребенком, или же... Можно. Можно, но всегда ли это происходит? Я поделюсь одним наблюдением, не совсем по теме разговора, достаточно часто бываю в Москве. Да, и вы, я думаю, тоже. Нам все время рассказывали, что искусственный интеллект и вообще развитие технологий приведет к тому, что человек начнет заниматься творчеством, сможет больше посвящать времени саморазвитию и всему остальному. В итоге я хожу по улицам Москвы и вижу, как искусственный интеллект управляет таксистами и курьерами, которые ножками или управляя автомобилями выполняют, по сути дела, волю искусственного интеллекта. Вот, как это сказать, не произойдет ли такого? Ну это, мне кажется, вполне может быть. Но проблема может быть в том, что мы можем уходить в гаджеты от слова совсем. То есть здесь, как мне кажется, проблема становится в том, что мы уходим именно в личные гаджеты. Когда мы уходим, люди напролет сидят в телефонах, сидят в мессенджерах, сидят в каких-то социальных сетях, исключительно они становятся в таком вакууме «я и телефон». То есть вот это, мне кажется, вот это большая проблема, чем нежели то, что у нас искусственный интеллект отправляет там, везет такси. То есть вы разделяете развитие технологий и вот эту атомизацию общества через пропадание в телефоне? Я согласен, да. Да, разделяем. И в том числе своим детям. У меня ребенку старшему, вот сейчас уже будет, он пойдет во второй класс, ему 9 лет. Нет, но при этом он практически 9 лет, он при этом, для него телефоны только позвонить, позвонить и максимум это фотоаппарат. У него нет такого понимания, чтобы... Нет, до сих пор нет. Младший ребенок у меня 6 лет, у него только фотоаппарат. Для него это фотоаппарат. У него 9 и он играет. Да, у нас как-то не изведено, то есть мы, для нас потребление там, для многих телефонов, это потребление видеоконтента, аудиоконтента и какие-то месседжеры социальной сети. А вот здесь это как раз именно нужно разграничивать. Слушайте, ну а тогда вот небольшое ответвление там от темы, опять же, как вы относитесь к тому, что ведь ребенок все равно вырастет в среде этих технологий, ему нужно ими владеть, их использовать. Хотя я не говорю, что он ими пользуется. Он ими пользуется, но вопрос того, что ему это неинтересно. Создавать нужные условия таким образом, чтобы ему было неинтересно поиграть, не приучать к этому. Мы с ним можем собраться поиграть на PlayStation, ну на игровой консоли. Мы можем посмотреть фильм, собираемся с семьей регулярно, смотрим фильмы. Но задача у нас такая, чтобы мы объединялись все вместе и проводили время вместе, а не для того, чтобы мы расходились каждый по своей комнате с гаджетом и каждый проводил время как-то там. Интересная история, слушайте, это от руководителя компании, занимающегося высокотехнологичными решениями. Мы за эфиром отдельно, я как отцы об этом поговорим отдельно, я думаю. А тут вернемся к теме. Что такое компания High Tech House? Имя известное, вы в городе первое, по-моему, появившееся. Ну, думаю, что тут... Что такое сейчас? Вот что такое High Tech House сейчас? Как сами себя позиционируете в рамках этой философии? Что это такое? Что для вас и что для города? Для нас, ну, сейчас позиционирование, да, то есть проектно-монтажное бюро, которое занимается с узкой специализацией. Мы занимаемся домашней автоматизацией. В народе это больше известно как умный дом. Но домашняя автоматизация, в наше понимание, это комплексная система, а не какие-то отдельные гаджеты. То есть это не робот-пылесос, это неуправляемая одна розетка в квартире или не моторизованная штора. Это именно комплексное решение для создания, опять же, определенных сценариев времяпрепровождения в доме. Для облегчения как раз именно управления различными гаджетами, различными устройствами. И второе наше основное направление, мы занимаемся именно домашними кинотеатрами, персональными клинозалами. Опять же, для объединения семьи, чтобы семья могла проводить время вместе и тоже... Глядя в экран, но хотя бы вместе. На самом деле, глядя в экран, это не означает, что кинотеатр это только для просмотра кино. Домашний кинотеатр дает возможность, и это становится такая полноценная мультимедийная комната, которая дает расширенные функции. То есть там можно посмотреть концерт, собраться с друзьями, можно попить караоке, можно включить, послушать музыку, ну и так далее. Даже фотографии, альбомы сейчас уже не так пролистаешь, а фотографии и архивы там. Ну я в какой-то степени, у меня все равно есть, лично у меня все равно есть бумажный альбом. Но фотографии, да, конечно, то есть это приехали с семьей откуда-то с отдыха. Хочется, конечно же, рассказать с друзьями, как провели время. То есть мы собираемся и смотрим, показываем, что у нас было интересно, какие-то истории и так далее. То есть это опять же расширяет возможности. Это как точно так же в профессиональной деятельности, когда мы на работе, находимся у нас в переговорке, там есть точно так же техническое оснащение. Здесь точно так же техническое оснащение именно жилого пространства, чтобы у нас это было... Что такое хай-тек-хаус на рынке? Что из себя представляет компания сейчас? Ну, для меня, ну, в нашем понимании, то есть на сегодняшний день в Кирове это лидер в данном направлении с точки зрения деятельности. И опять же, то есть представляет непосредственно эти продукты, о которых я ранее говорил, но с более широким функционалом. То есть у нас есть два основных направления, но помимо этого мы дополнительно готовим именно решение под различные индивидуальные задачи. Помимо этого, то есть у нас много различных и я, мне кажется, заботился... Давайте про клиентов. Вот про компанию поговорили, про клиентов. Кто он ваш клиент? Как вы его себе видите, рисуете, определяете? Как правило, это мужчина, мужчина с семьей в возрасте 30-50 лет, который интерес к своему жилому пространству, квартире, дом, территории, где он хочет создать уют и комфорт непосредственно для своей семьи. Хорошо. При этом точно так же надо понимать, что продукты, они не дешевые. Скорее всего, это руководитель, топ-менеджер, неплохо зарабатывающий человек. Не сказать, что это очень должен быть богатый человек. То есть это не только для богатых история. Есть решения, которые могут быть и со средним сультом достатком. Слушайте, а вот интересный такой человеческий вопрос с точки зрения клиента. Вам удобнее, комфортнее, интереснее работать с клиентом, который разбирается в технологии, сам знает, вот можно это сделать, вот это вот так можно сделать. Ну, то есть подкован, условно говоря. Или человек, который приходит и говорит, слушайте, вот я там, ну, слышал, что можно все автоматизировать, ходить с пультом, нажимать, и все будет происходить. Вот мне так сделайте, пожалуйста. Второй вариант, это вопрос всегда доверия. Непосредственно к тебе и к компании. Первый момент, это все-таки человек, который тоже разбирающийся. Он разбирается, скорее всего, по каким-нибудь там статьям или еще о чем-то. Но не когда-нибудь сам лично не погружался. Скорее всего так. Здесь все равно приходится тоже доказывать и объяснять, в чем непосредственно разница. Мы любим, на самом деле, и тех-тех клиентов, и для себя разницы большой не строим. То есть мы все равно людей посвящаем в это. Чуть сложнее со второй категорией людей, которая не разбирается слово совсем, с точки зрения уже потом, при начале использования. Но, как правило, это проходит в течение месяца. Человек полностью уже начинает в этом разбираться и уже просит какие-то индивидуальные подстройки непосредственно под себя вот здесь. Таким образом, здесь какие-то особенности. Каких больше клиентов? Тех или тех? Ну, на самом деле, сейчас все равно большинство людей, они пользуются. Мало тех, кто вышел из леса и кроме этого ничего не видел, кроме леса. Поэтому сейчас, наверное, большинство людей все-таки, они современные. Современные, они пользуются гаджетами, они пользуются какими-то устройствами. У них уже был какой-то, может быть, даже опыт до этого. И поэтому, наверное, все-таки люди, которые уже больше, наверное, тех, которые в какой-то степени соприкасались, либо были рядом. Спрошу, ну, не могу упустить такой момент. Вы сказали, мы любим и тех, и тех. А есть клиенты, которых не любят? Знаете, нам везет с клиентами. То есть либо они нас учат, либо ставят задачи таким образом, чтобы заставлять задуматься и придумать что-то свежее и новое. Но, в общем-то, клиентов, которых мы не любим, у нас не любимых, так получилось, что нет. То есть у нас, мы со всеми находим общий язык, и точки доверия у нас точно так же есть. А вообще большой рынок это в регионе? Я думаю, что вы клиентов знаете в лицо, что называется, по имени, отчеству и номеру телефона. Ну, какой рынок? Вот вы как его оцениваете? Ну, не знаю, в домовладениях, условно говоря, или в людях? В домовладениях я примерно, наверное, две тысячи домов, две тысячи семей непосредственно в нашем регионе. Ну, это немало. Это немало. При этом мы все равно, то есть нас, о нас не все знают, к сожалению. Но, опять же, то есть... Ну, а какая доля этого рынка, условно говоря, охвачена за 11 лет? Сможете назвать цифру, там, примерно, сколько проектов реализовано было? Опять же, с различным функционалом, то есть это может быть задействовано... А, ну, полный там... Есть полный, да. То есть есть где какая-то локальная часть выполнена, тот или иной определенный функционал, там, кинотеатр, или сделана моторизация, как это, моторизованных штор, или там мы занимаемся еще... Ну, частичные элементы. Да, частичные, да. Ну, я думаю, что половину, наверное, мы уже знаем, либо нас знают. То есть мы... Понятно, что не все строятся одновременно, то есть это какой-то период, многие, кто строятся, перестраиваются. Очень приятно, что клиенты, старые клиенты к нам возвращаются через какой-то промежуток времени, и есть клиенты, которые уже строят, там, третий, четвертый объект, которые точно так же приглашают для, там, оснащения нас. Вечь идет только о загородных домах. Опять же, вот какая пропорция, например, МКД, там много квартирные дома, квартиры и загородные дома. И, ну, и второй вопрос, есть ли разница между, условно говоря, подходом и философией той же в части высокотехнологичного загородного дома и квартиры? Ну, вот квартиры и дома, то есть это пропорция 50 на 50. 50 на 50? Квартиры точно так же, в квартирах люди живут, хотят, как правило, даже проводят времени больше загородное, у многих это воспринимается как дача, либо они все-таки где-то живут вот в пригороде. Квартиры 50 на 50, так сказать, домами. Разница между домами и квартирами, конечно, она есть. У нас в доме появляется территория, дополнительные какие-то зоны в виде, там, лаунж-зоны могут быть, какие-то террасы, бани, гаражи, ландшафты и все остальное. Здесь все-таки в квартире мы более ограничены, ограничены, непосредственно, стенами, которые у нас есть. А в доме, конечно, там больше возможностей, больше желаний, больше хотелок, поэтому все-таки там, в доме, реализация может быть более полной и интересной. Только Киров и область или? На сегодняшний день нет, работаем непосредственно в Сыкт-Экар, нас очень часто приглашают, работаем в Сочи, Москва, Санкт-Петербург. Это кировчане, которые у вас... 95% да. Покупают квартиры, дома и просят поработать над ними. Да, либо уже, непосредственно, через какой-то серфа на радио, непосредственно, это уже... А есть свои планы развития, как видите, рост компании, это же всегда такой вот сложный момент, да, ты занимаешься высокотехнологичным бизнесом и понимаешь, что большой рост может вызвать снижение качества, выход в другие регионы, а там кто-то должен работать, надо контролировать. Вот, какие мысли по этому поводу? Планы, желания есть. Есть определенные планы все-таки. Москва, развитие непосредственно в Москву, выход в Москву более... Бездонный рынок, как говорят мои гости. Бездонный рынок, абсолютно верно. Я знаю много коллег, которые работают в других регионах, это, как правило, Сочи и Москва, там все-таки несколько другое и потребительское поведение, и возможности, и желания, и средний чек, да. Часто слышим от своих же коллег, что вы делаете вообще в Кирове, почему вы еще не в Москве, с вашими возможностями, с вашими наработками, с вашими инженерами, то есть Москва, то есть это было бы прям достаточно убедительным был бы вход и профессиональным. Многие москвичи, к сожалению, получается, что они там оказались, потому что они там родились, они там были, им как-то было проще сориентироваться, но при этом не обладают теми компетенциями, которые есть у нас. Я думал, вы скажете, многие москвичи совсем не москвичи. Ну, я имею в виду компании, которые, в общем-то, там работают. У нас все-таки достаточно серьезный инженерный состав. Ну, а все-таки вот не боитесь потеряться? То есть это же такая вот, ну, классика жанра, первый парень на деревне, да, или с мэтрами там в городе большом бороться. И вот внутреннее состояние, оно какое? Хочется туда и потолкаться, посмотреть на свой потенциал, на свои возможности и доказать себе им? Или хочется, ну, вот здесь? Ну, попробовать, попробовать в любом случае, мне кажется, хочется. Возможности такие есть. С партнером в Москве открывается новый шоурум. Уже? Открывается. Я просто на него знал, и так совпало, что давайте анонсируем. Он мебельный, но при этом с возможностями непосредственно автоматизации, аудио. И это было, скажем, такое пробное перо с точки зрения, каким образом там можно выстроить работу. То есть в первую очередь это все-таки работа через определенные знакомства. Соответственно, определенные знакомства у нас могут уже появляться через данный проект, и можем выстраивать как раз мы там. Вы упомянули коллектив, высокопрофессиональный, способный решать задачи. Сколько, кто эти люди, как они появились? Этому же не учат нигде, мне кажется? Этому нигде не учат, да. И слава богу, наверное. На самом деле нет. Кадровый голос, голос он все равно присутствует, и люди нужны, и проблема в том, что их не учат. Но опять же, мы готовы учить, мы готовы брать молодых в компанию, и, в общем-то, их обучать, и с ними развиваться. Но опять же, то есть с философией людей, которая нам подходит. В штате сейчас, на сегодняшний день, в компании 22 человека. Это проектировщики, это инженеры, это руководители проектов, это монтажные бригады, это, понятно, что отдел продаж, бухгалтерия, то есть достаточно... Средняя крепкая компания, тем более, что, ну, это все равно малый бизнес. Ну, малый, понятно, но с точки зрения выработки там на человека, я думаю, это хорошие показатели, потому что у вас все-таки высокотехнологичная компания, и... Как это... Единица производимой продукции каждым из сотрудников достаточно маржинально, там, велика. Я сейчас не про деньги, не лезу в деньги, я про то, откуда взялись эти люди. Абсолютно различные ситуации могут быть, вплоть... Есть сотрудники, которые работают с самого начала, есть, которые абсолютно случайно при возвращении непосредственно из других регионов домой в Киров, с определенным хорошим опытом, пишут, отправляют резюме, говорят, хотят работать, нам интересна ваша компания, встречаемся. Вот был такой момент, встречались, мы не знали, был интересный опыт у сотрудника, он сейчас руководитель технического отдела. Он, в общем-то, мы не знали, чем его загрузить, но понимали его опыт, его, скажем так, взгляды на мир, поэтому просто взяли сотрудника, с которым, в общем-то, начали работать. Сейчас он уже в компании работает на порядке 7 лет, или 8, 7. В общем, также есть сотрудники, которые... Две минуты до рекламной паузы. Санкции. Ну, я думаю, что... 99,9 в периоде продукции, которую вы используете, была импортной, к сожалению. Сильно сказались. Вот эти ограничения нынешней ситуации. В чем-то сказались, в чем-то нет. То есть, первоначально весна прошлого года была, наверное, было сложно посмотреть непосредственно, как это будет дальше в длинную прогнозе. Было непонимание. Но при этом технологии, в которых мы работаем, мы не привязаны к какому-то жесткому бренду. Мы можем вариантировать, и при этом не без ухудшения качества или каких-то решений своих. При этом всегда заставляя взглянуть, а что еще есть вокруг другое, чтобы можно было что-то представить. Но есть все-таки в периметре внимания российское? Какие-то вещи есть, да. А есть перспективы? Я уж таким блиц-опросом перед... На самом деле, те технологии, которые сейчас российские производители используют, к сожалению, мне бы хотелось сказать, что они не идут ни тем путем. То есть, это какие-то старые протоколы, какие-то старые взаимосвязи. Все-таки хотелось, чтобы они смотрели на это несколько шире. То есть, тут они ограничивают, например, производители... Не буду сказать, это не реклама, да. То есть, есть определенные производители, они работают по старым протоколам, при этом без интеграции различного мультимедиа, без развития в этом ключе. Прервемся на рекламу. Программа «Разговор по делу» вернемся через несколько минут. Возвращаемся в студию. Программа «Разговор по делу» веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Игорь Певтиев, руководитель и владелец компании «Хай-Тек Хаус». Выяснили, что санкции не особо сказались, но и перспектив у российских производителей тоже немного. А занимаетесь сами производством чего-то? Вот это же такая достаточно стандартная, назовем ее, история, когда компания сначала занимается услугами по установке, потом начинает проектировать, потом инжиниринг потихоньку. И вроде как бы вот есть, может быть, такие мысли в каких-то хотя бы комплектующих? В производстве? В производстве все-таки нет. Мне кажется, это вообще совершенно другое направление, другой непосредственно жизненный опыт. И, наверное, все-таки не то чтобы это сложнее, это вообще совершенно другое направление, в котором я лично не работал, сотрудники у меня в этом направлении тоже не работали. Может быть, были какие-то желания куда-то взглянуть и, может быть, что-то начать. Но понимаешь, что все-таки это потом, какое качество это получится, вопрос, но все-таки у нас задача сделать, чтобы это работало, а не так, чтобы это сделать, и потом раз в три дня ездить решать тот или иной вопрос. Это и для нас проблема, это и для клиентов проблема. Поэтому все-таки уходим мы исключительно только не в готовые решения, а в все-таки производстве проверенные решения. Поэтому давайте поговорим все-таки про сами технологии. Что самое популярное, ну вот что люди там хотят больше всего, хотят чаще всего, что наиболее востребовано среди современных технологий, умного дома или высокотехнологичного, и что было самым необычным, вот самая там непредсказуемая задача, которую пришлось решать. Ну вот конкретика, чтобы сориентироваться. Ну так, чтобы непредсказуемая, тут, наверное, было бы все-таки сложнее. Что более востребовано вообще с точки зрения, я бы даже сказал, не с точки зрения умного дома или автоматизации, а с точки зрения востребованного именно в доме, в квартире, и люди, наверное, совершенно по-другому смотрят, это все-таки вот домашние генетеатры, аудиосистемы, при много получая отзывов от клиентов, связанных с этим. То есть когда есть обычно гостиная, диван, как это классически бывает, диван, телевизор, и больше ничего, это человек приходит домой, включает телевизор фоном, и на этом как бы все и заканчивается. То есть он работает, включен какой-нибудь канал, новости, и по большому счету это еще дополнительный информационный шум. Он целый день отработал, потом информационный шум, ложится спать, с утра опять то же самое, ну и так далее. Это, в моем понимании, потребление контента тоже как бы неправильно. Все-таки вот, когда мы приходим домой, включается музыка, а не информационный шум, включен какой-то хорошая интернет-радиостанция, любимый плейлист, это нас разгружает. А у меня есть яркий пример. Клиент, он жил в квартире, достаточно большая квартира, переезжал в таунхаус, и через полгода он приходит и говорит, знаете, у меня совершенно изменилось отношение к дому, к жизни. Когда мы стали приходить домой, ну у него еще сделана автоматизация, он запускает сценарий «Мы дома», и, соответственно, у него включается необходимая подсветка, мягкая подсветка, включается музыка, не включая стилизер, включается именно музыка. Включается свет в гостиной, на кухне, ну и так далее, как он проводит время. Прежде всего, включается музыка. Он говорит, мы стали приходить домой, мы стали отдыхать, отдыхать от того, что вот находится за дверью. А вот как это было раньше, мы приходили домой, включался стилизер, и все, на этом как бы вот так это было. Сейчас мы отдыхаем. И это тоже очень такой важный показатель с точки зрения, как человек воспринимает это. Хотя человек до этого, у него не сделан домашний кинотеатр, у него сделана аудиосистема, сделана музыка в каких-то локальных местах. И он к этому, вот для него это, это для него развернуло, как бы, вот ситуацию вообще, в принципе, бытия в доме. Это как такой анекдот. Сломался телевизор, и через два дня там мужчина думает, такое впечатление, что политики и юмористы съехали с моей квартиры. Или же точно так же потребление видеоконтента. Это может быть не обязательно первый канал. То есть это, опять же, может быть, качественный контент, это хороший фильм. Хороший фильм с семьей, с детьми, посмотреть какие-то мультфильмы, какие-то передачи. То есть включить эфирное телевидение и смотреть исключительно его, вроде бы все говорят, мы не смотрим телевизор. Да, но при этом переходим, включаем именно потребление. При этом все в курсе того, что там показывают. Да, да, да. А что из технологий все-таки? Ну, там, домашний кинотеатр, понятно. Технологичные решения, современные, вот эти там автоматические сценарии. Что, опять же, популярно сейчас? Ну, мне на самом деле так сложно сказать, потому что для меня это такая уже достаточно обыденность, для меня это уже определенная норма. Ну, по количеству заказов, что чаще заказывают? Ну, управление освещением. Управление аудиосистемами, домашние кинотеатры, по большому счету управление климатом. Вот климат-контроль в квартире, то есть тоже сейчас хорошая тенденция, то есть это когда мы в машине привыкли, у нас климат-контроллер есть, то есть мы уставляем температуру, и у нас система понимает, что для этого нужно сделать. В общем, также дома, то есть включается управление вентиляцией, отоплением, кондиционированием, все это заведено в единую систему. И самое необычное. Уже просто совсем немного времени осталось. Самое необычное. Из необычных заказов, которые были, какие желания клиентов пришлось реализовать? Ну, если мы реализовали, значит, это было... Возможно. Возможно, да, это первое, это возможно. А самое необычное, нет, сложно так сказать, потому что нет такого. Ну, понятно, что, верно, искусственного интеллекта пока еще в системах автоматизации нет. Давайте по-другому задам вопрос. А что, ну, пока не реализовано, ну, что впереди, что нас ждет, что будет происходить? Вот минута буквально, Игорь. Интеграция различных гаджетных систем, систем автоматизации, касаемо, интересно, чайники, электрочайники, которые управляются микроволновкой. То есть вот эти продукты, заказанные холодильником самостоятельно? В России пока это, я думаю, что ближайшие 5-10 лет не совсем актуально. И все-таки мы не настолько пунктуальны, как, чтобы положить на определенное место в холодильнике именно вот этот продукт, в каком состоянии надо нам или еще не надо. Нет, все-таки нет. Но у нас активно развивается же все-таки доставка продуктов, поэтому тоже не вижу в этом большей проблемы на сегодняшний день. Эту же проблему решили только другим путем. Что в будущем? Только светлое будущее. Сложный момент. Надо попасть во время. Вот здесь как раз включается там собственный интеллект. Остается нам минута в эфире. И какие технологии вы, ну, не знаю, чего не хватает? Вот вы хотели бы дать это клиенту? Есть запрос. Но вот этого пока решения технического нет. Я бы даже сказал, что не то, чтобы техническое, и чтобы я хотел бы дать клиенту. Все-таки отсутствие опыта пользования какими-то различными системами, они, клиенты сами могут не понимать, а что им нужно? Нужно ли им это? Интересно ли это? И еще отсутствие, наверное, опыта сравнения. Ну, то есть, нужен продвинутый клиент. Опыта сравнения? Нет, мы можем объяснить, показать и доказать. Но вопрос того, что многие просто не представляют, как это может быть. Понятно. Ну, вот тогда на этом будем завершать. Пусть клиенты к вам приходят благодарные и образованные. Это была программа «Разговор по делу». ввел я, Андрей Усенко. У меня в гостях был Игорь Пехтеев, руководитель и владелец компании «Хай-Тек Хаус». Спасибо, Игорь. Спасибо. «Разговор по делу».